Нарисуй просто линию. Так, теперь берем ластик. Айсело Ахматова преподает информатику почти 20 лет. Уроки с тех пор сильно изменились. Раньше, рассказывает педагог, больше приходилось заниматься сборкой и разборкой электроники. Сейчас стало интереснее и проще. Вся работа за компьютером, плюс вышел новый язык программирования, питон. Паскаль, Делфи и Си остались в прошлом. Сейчас большую популярность набирает именно питон или пайтон, по-другому его называют. Он легче тоже в написании программ, чем, допустим, тот же Паскаль. В нем программы получаются компактнее и более понятные детям. И структуры тоже, структуру данных, особенно с которыми детьми работают, там легче обрабатывать. То есть, если в Паскале много строчек, нужно написать, а в Пайтоне поменьше. Айсело Марсовна разрабатывает свои программы и помогает ученикам реализовывать их идеи. Два года назад старшеклассник Матвей Зыков разработал приложение актировок в Нефтьюганске. А село Ахматово помогло ему с оформлением и навигацией. На все ушел год. Кстати, приложение до сих пор функционирует. Телевизор включать рано, детям неохота вставать, допустим. Или родители находятся за городом, работают для контроля детей. Но будучи школьником, да, он создал продукт, на котором он может зарабатывать деньги. То есть, он его разместил в этих системах, и ему определенный процент может идти. В последние 10 лет Айсело Ахматово ведет только профильную информатику в 10-11 классах. Проходят системы исчисления, логические схемы, стратегии игр. Последняя тема ребятам особенно нравится. Один выпускник в этом году даже создал программу «Модулятор прицеливания в Counter-Strike». Крен в эту сторону идет, да, что технологии нужно сдавать информатику. Если вот сравнить последние 5 лет, то возросло почти в 2 раза. Вот в этом году набирается 100 выпускников, хотят сдавать ЕГЭ по информатике. До этого было 50, то есть, грубо говоря, средняя цифра по городу, да. Поэтому интерес возрастает. И в этом году у меня профильная группа достаточно большая, 16 человек. В этом году выпускник Асело Ахматово Ильхом Камбаев впервые за всю историю сдачи ЕГЭ по информатике в Нефтьюганске набрал 100 баллов. В следующем году Асело Ахматово надеется, что подготовит еще трех 100-бальников. Тем более, что форма сдачи ЕГЭ по информатике изменилась. Теперь итоговую аттестацию будут сдавать не на бумаге, а на компьютерах.